всем привет всем привет дорогие друзья сегодня мы начнем с вами работу над звонкостью и над маской максимально нашим звонким звучанием на верхах да и в принципе везде есть несколько упражнений которые на это ориентированы первое которое сегодня дам называется на американское упражнение baby cry или дак соответственно перевод понятен да то есть детский плач или утка она чисто техническое и ориентирована на то как раз таки чтобы максимально раскрыть ваш вашу звонкость голоса и просто максимально зазвенеть то есть вот на нем вы слышите свое стопроцентное звонкость звонкое звучание как вы просто прорезываете пространство собой как нож прямо действительно это очень очень громко и чем пронзительный этот звук будет чем по словам говоря вам будет казаться жутко противным но нам нужно разбудить это место поэтому не стесняйтесь максимально звонко на нем работы и не стараемся на нем петь вот что самое интересное да мы просто как спортсмены а в принципе пение это очень схожая со спортом вещь просто как спортсмены разогреваем нужную нам зону это вот эти кости это все пазухи носа и в принципе эти косточки которые мы должны максимально на это упражнение пробить и максимально это место почувствовать есть певцы особенно черного свойства замечательные музыканты которые вообще практически на этом звуке и сидят даже практически чистые вы используют или даже по этому поводу не дуют прекрасно ним поет всю жизнь и чем нос хорош тем что когда вы в носу вы иначе не в горле соответственно вы в безопасности потому что у вас голос не устает и все прекрасно звучит при этом значит с этим упражнение понятно и а те упражнения которые дам дальше они будут ориентированы уже на использование вот этого звонкого звучания мы провентилируем зону фальцета на того головного регистра где чаще всего мы вздыхаем вот так вот или изображаем всяких кошечек собачек вот это как раз фальцет или детей да когда мы разговариваем так тоже фальцет скорее всего будет а для мужчин соответственно когда вы изображаете например кукушку кукушку или изображаете например шутите над женщинами их изображая вот это как раз нужен навален фальцет это все женщины часто там смеются но не всегда это уже индивидуальная особенность это так для тех кто не знает да то есть где он находится в естественных вещах на из естественных ваших звуках провентилируем вот и лону как раз фальцета и посмотрим самые обычные в данном случае эстрадные приемы то есть нижний наш обычный грудной регистр и эстрадный фальцет поехали значит первое упражнение baby cry или дак да соответственно утка или детский плач абсолютно вот идентична этим звуком в жизни не старайтесь здесь петь красиво мне нужна ваша во многом изобразительная способность просто вот действительно копируйте этих персонажей начнем с самого простого регистра соответственно для мужчин на октаву ниже это очень противное и такое совсем совсем носу для того чтобы его лучше почувствовать можете себя потрогать перед упражнением вот здесь вот на в районе носика чтобы сказать организму куда работать вот и вот как у спортсмены перед красивой программы разогреваются разогревают там все растягивают мышцы и связки то же самое мы сейчас будем делать с вами только в этом в этом в этой зоне ажет паспорт потрогали и можете сделать такую прелесть а свои щечки чудесные подтянуть к носику получится такая крышка и сразу видите звук сразу сюда это переходит примерно немного заложен нос после тяжелых болезней так что да тоже очень полезное упражнением не будет да кстати те кто недавно болел как раз потому что это максимально хорошо пробивает нос и помогает как раз вот найти потерянное время болезни звонкой звучания Так, поехали Прям пробивайте максимально Сделали, помогли себе ручками Собрали Просто очень громко Очень поразительно Молодцы Смотрите продолжение в следующей серии Прямо в этом упражнении Звучение настолько сильное, что оно может вас сбивать С точностью воспроизведения звука То есть вы можете вначале, по крайней мере, не сильно попадать в ноты Это бывает Так что старайтесь тренировать, конечно, ушки Чтобы все равно была Четкость Четкость попадания Но при этом не терялась вот эта звонкость Потому что вы реально должны себя немножко оглушить изнутри То есть такое ощущение, что прям вот Ну, вам по голове Да, вот эта вот Контузия такая легкая Это нормальное вот упражнение Потому что все звенит Все, да, вибирует Все максимально резонирует И это нормально Да, вы себе немножко, так сказать, оглушаете Но зато получаете максимальный Вот этот вот Звонкий, 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 звонкий звук Хорошо Тренируйтесь Да, старайтесь, чтобы он был прям максимально пронзительным И пробивайте вот эту зону Разогрели ее Отлично, как получится Можно уже идти дальше И проверим наш фальцет Самый такой рабочий Я использую в основном практически Только эстрадный регистр А обычно в эстраде Выше фа, соль, ля Ну, это уже очень высоко Вот Поэтому я дальше, в общем-то, практически не иду Вам этот регистр, если вы пойдете в эстраду Не понадобится Если в академист То, конечно, спокойно идите дальше Вот и И сюда Спокойно туда идите и исследуйте всю эту звонкость Вам будет очень легко после этого брать любые верхние ноты Да, потому что этот писк, он прям как раз в этом месте находится Конечно же, все это на очень хорошем дыхании То есть На каждую, да Да, очень хорошенько дается Можете сначала проконтролировать руками, да То есть время дыхания Берем А потом Да, вот идет этот вот момент работы Идем дальше Теперь фальцет Я повторю Использую эстрадный в основном И такой простой академический регистр Будет звук ли Естественно, так как это верхняя нота И будет не чистая, да Не совсем и, да И не совсем даже и А что-то близкое, все-таки более открытый гласный Что-то тема может ли или ли, да Не старайтесь ее свить так Она так не получится Попробуем Молодцы Также это упражнение очень полезно для женских голосов. Она позволяет выглазить регистры и перейти с фальцета вниз незаметно. Это больше для академистов. Для мюзикла вокала тоже очень актуально. Если вам нужна какая-то песня, которая практически везде на фальцете поется. Бывают и такие. И вам нужен красивый, звонкий фальцет. Вот это упражнение очень вам пригодится. Что еще важно? Следите за тем, чтобы именно в этом упражнении не было воздуха вместе со звуком. То есть, чтобы не было такого варианта. Контролируйте свое дыхание. Вспомните мою аналогию со шлангом, который я приводила в упражнениях для дыхания. То есть, максимально собираем этот воздух, чтобы его не выходило много. Его не нужно много. Вопрос именно в фокусе. Как вы его фокусируете и максимально пробиваете вот эту всю зону? Все сюда. А, то есть, без воздуха максимально. Так, хорошо. Идем дальше. Следующее упражнение у нас как раз, как я и обещала, насчет эстрадных обычных приемов. Используем два самых используемых. Да, вот вообще вот. Use-use. Плюс половина, большая половина даже того, что вы слышите в эстрадных песнях, это именно эти два вокальных приема. Это обычный эстрадный прием. То есть, еще его называют эстрадный нос, потому что основной резонатор, который используется, это нос. И сверху у нас будет такое прыгающее упражнение. Нижняя нотка будет на груди, а верхняя нотка будет на эстрадном фальцете. Он уже менее собран, чем тот, на котором мы сейчас пели. Он получится больше с воздухом. То есть, немножко добавим такого субтона. Это называется такой элемент приемчик. Когда мы добавляем немножко воздуха в звук. Послушайте. И попробуем. Внизу у нас будет на, на, на. Очень естественное на такое, но нежное. Открываем немного нашу челюсть нижнюю. И ставим звук, после того, как вы почувствовали его здесь, в носу. Ставим его как будто бы вот сюда. Сваливаем на нижнюю челюсть. На, на. Чтобы не было на. Не было на. Не заваливайте назад. На, на. близкий, с улыбкой, светлый, вот сюда, как будто вы действительно внутри улыбаетесь. И действительно, сверху будет как будто вы лёгкая улыбка. А верхний звук поём на фальцете, то есть переходим на верхний головной регистр, там, где я вам показывала, да, в начале. И через украинское практически Г, да, получается, может быть, Г используете такое, полуанглийское. Вспоминайте нашу Уитни Хьюстон, да, Love you, да, вот как в её знаменитой песне. Начните с обычного фальцета, а потом переведите его на субтон, то есть с воздуха. То есть начинаем с звонка, и потом потихонечку как бы с него, да, он как бы расходится. Можете использовать вибрато в конце, пожалуйста. Добавьте нежности, добавьте чувств, и, в принципе, по идее, оно должно быть и само собой. Поехали. Держим, пока не закончится дыхание. Отлично. Молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok На-у-у 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 Отлично! Чем надо следить? Нижний звук практически без воздуха. Обычный эстерадный тон, особо не запаривайтесь. Чем проще, тем лучше. Главное, чтобы он был без воздуха. И верхний звук немножечко пробиваем. А потом на верхнем нёбе держим его, продолжая хорошую подачу дыхания. То есть продолжаем работать. Здесь всё работает, не отключается ни на секундочку. Старайтесь максимально соединять эти два звука. В принципе, непонятно то, что они как бы в разных регистрах. И верхний звук просто держим вот тут. При этом, чем тише звук на фальцете эстрадном, тем меньше открыт аж рот. Сильнее открывать его уже не нужно. Просто поем естественное У и держим его вот здесь. Вот как будто бы прям на кошачьих вот этих вот, да, подушечках, как у них тут есть, где усики крепятся. Вот здесь же держим этот звук. Молодцы, отлично. Вот такие вот упражнения. Тренируйтесь, тренируйте разные виды фальца. Это, да, то, чтобы вы умели делать его и без воздуха, чистый, да. Максимально собранный, максимально сфокусированный, максимально сбонкий, да, без воздуха. То есть вы умели максимально своё звучание, да, воспроизводить легко и знать, где оно. И, естественно, перед этим полезно поделать упражнение Baby Cry, чтобы как раз почувствовать, где это место. И потом, соответственно, уже исследуйте другие виды фальцета. Он может быть, да, как так вот без воздуха, да, то есть весь воздух, звук пойдёт, так и с воздухом, да. То есть добавляем лёгкую такую томность, может быть, даже сексуальность к звуку, да. Это очень часто можете слышать у Бритни Спирс, у Димы Билана. Очень часто используют Эгилера, вставляют Бейонсе, то есть вот эти все градации, микродинамику для песен как раз можно использовать, исследуя разные виды этих эстетных приёмок. Соответственно, и в нижнюю ноту вы также можете добавить, да, на нижний регистр также можете добавить этого воздуха. Замечательно. Иногда вам это может понадобиться для какой-нибудь там такой внутренней интимной лирики, да, или какого-то переживательного момента в песне. Пожалуйста, можете ныть, да, что-то такое вот с воздухом, уже он помягче. Конечно, на него будет уходить больше дыхания, естественно, потому что вместе со звуком идёт воздух. Естественно, будете брать чаще дыхалку, но при этом это даст нужную вам в песне краску. Не всё же петь полноценным звуком, иногда нужно и разнообразовать звук. Вот так тренируйтесь, исследуйте свой аппарат, максимально звените, и прекрасных песен. Пусть всё получается.